Канал ВИП всерьез и понарошку о городе Павлодар и все что непосредственно связано с этим городом. Своими видео хочу, чтобы о моем городе узнало как можно больше людей, живущих в разных уголках нашей планеты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Я рад, что вы зашли на наш канал. Сегодня мы посмотрим, как живет город Павлодар, а начнем мы с района Диспетчерская. Это народное название и появилось оно еще тогда, когда на этом месте стоял вагончик, в котором сидел Диспетчер по автобусным маршрутам и отмечал водителям путевки. Уехать в нужном вам направлении можно на автобусе. Через остановку Диспетчерская проходит 9 маршрутов. Также можно уехать на маршрутном такси или на трамвае. Ветка трамвайной линии проходит совсем неподалеку. Перед вами, друзья, магазин детских товаров «Антошка». Все два этажа заполнены игрушками, развлекательными играми, а если сказать целом, то чего здесь только нет! Район Диспетчерская заполняет в основном многоэтажные дома, а в этом месте, куда мы с вами зашли, расположены дома еще советского периода постройки. В каждом дворе, ну или почти в каждом, установлены современные детские и спортивные площадки. А еще, друзья, я заметил, что кое-где на память оставили старенькие качели, карусели, горки, но уже выкрашенные яркие цвета. Музыка Музыка Это улица Гагарина. Многоэтажным домам примыкает частный сектор. Дома разные, двухэтажные коттеджи, одноэтажные старенькие домики. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но я думаю, что здесь играет роль и финансовое положение, и человеческий фактор. Музыка Мы переместились ближе к улице Катаева, район 4 и 17 школы. Музыка 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 Будет располагаться буквально рядом со школой номер 4. Музыка Пройдемся дворами, посмотрим еще несколько домов, чтобы вы имели представление об этом районе. Напомню, друзья, что это дома постройки еще того времени, когда был Советский Союз. Музыка 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 Для меня знакомы эти улицы, эти дворы, близки моему сердцу. Когда-то я много раз пересекал их, когда водил свою дочь в школу. Эти хорошие воспоминания останутся в моей памяти. Музыка 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 Я много раз показывал вам вот такие аппараты по продаже воды, люди покупают воду, но что я хочу сказать, в Павлодаре с крана течет чистая, прекрасная вода. Я бывал во многих городах, но мне показалось, что павлодарская вода самая вкусная. Мы вышли на улицу Катаева. Сейчас перейдем дорогу и окажемся рядом со школой номер 17. Вот такие колонки питьевой воды стоят по всему частному сектору. Можете и вы, друзья, набрать водички и попробовать на вкус. Школа номер 17 открыта как восьмилетняя школа 1 сентября 1958 года. В 1984 году преобразована в среднюю общеобразовательную школу. На данный момент в школе присвоен статус «Профильная школа дифференцированного обучения». Вы можете спросить меня, друзья, что такое дифференцированное обучение. Это создание разнообразных условий обучения для различных классов с целью учета их особенностей. То есть обучение каждого на уровне его возможностей, способностей и особенностей. Надеюсь, вы меня поняли. Снег с города вывозят камазами, а это значит, что скоро будут теплые весенние дни. Все распустится, зеленеет травка и у людей будет хорошее весеннее настроение. Прогуляемся вдоль улицы Катаева в сторону улицы Ломова. 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 По обе стороны улицы в основном располагаются пятиэтажные дома. Есть и другие, но в основном пятиэтажки старой постройки. на первых этажах пристроились магазины, парикмахерские, аптеки и так далее. Каждый город имеет свою историю, культуру и особенности, которые делают его особенным. Некоторые из них прославились по всему миру, в то время как другие остаются неизвестными. Город Павлодар – обычный город, но этот город не просто название на карте. – это школа, это дом, это близкие люди, это родные места, где всегда будет тепло и уютно. Друзья, мы находимся на перекрестке улиц Ломова и Катаева. По улице Ломова здесь курсируют трамваи. Парк трамваев обновляется и с каждым годом новых комфортных трамваев становится все больше и больше. А мы пройдемся немножко дальше. Хочу вам показать одно новое здание, которое появилось в нашем городе. В новом трехэтажном здании, которое возвели в короткие сроки, по адресу Катаева 83-2 разместились городской, а также четыре специализированных суда города Павлодар. Это уголовный, административный, следственный и по делам несовершеннолетних. Площадь здания восемь с половиной тысяч квадратных метров. Просторные залы для судебных заседаний, кабинеты для психологов, уполномоченного по правам человека и так далее. Друзья, спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова